Добрый день! В прямом эфире программа без предварительной записи в студии Анны Филиппова. Как обычно, по вторникам и пятницам мы говорим о том, что волнует жителей Владимирской области. Тема сегодняшней беседы – онкология. В прямом эфире обсудим возможности диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных новообразований в 33 регионе. А поможет нам в этом заведующая поликлиникой онкодиспансера города Владимира Ирина Власова. Ирина Евгеньевна, здравствуйте! Добрый день! Позвонить специалисту можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах 32 62 33. Ирина Евгеньевна постарается ответить на все волнующие вопросы. Страшный диагноз рак боится услышать каждый. Болезнь развивается по стадиям, поэтому чем раньше выявить опухоль, тем легче будет ее лечить. Если раньше подобные злокачественные процессы обнаруживались только у пожилых, то сегодня эта патология часто поражает молодых людей. Ирина Евгеньевна, давайте разберемся, почему так происходит и верно ли это утверждение. На возникновение злокачественных болезней влияет много факторов, о которых мы с вами еще поговорим. Но судя по статистике общероссийской, все-таки нельзя говорить, что у нас молодеет рак. 64% все-таки возникновения онкопатологии это в пожилом возрасте у людей старше 65 лет. Вот эти 16%, которые статистические данные нам позволяют судить о том, что все-таки онкопатология на разных стадиях развития может проявляться и в молодом возрасте, она нас настораживает. И судя из нашей практики, нашей поликлиники, мы видим, что зачастую и участились случаи обращения людей в молодом возрасте, я имею в виду все-таки после 30 лет, с заболеваниями, сложными заболеваниями онкопатологии. У женщин, это чаще всего обращение к онкогинекологу с раком шейки матки, о чем мы с вами, возможно, будем говорить в последующих наших передачах. У онколога на приеме очень часто возникают болезни кишечника, онкопатология кишечника или онкопрактология. Что характерно для этой онкопатологии? Значит, клинических проявлений болезни может быть совсем и не быть, скажем так. То есть человек работает, существует, живет полноценной жизнью, на фоне общего хорошего самочувствия возникают резкие боли в животе, и человек по скорой помощи попадает в больницу скорой помощи, где диагностируется кишечная непроходимость у человека. Так называемый термин «острый живот». К нему относятся много болезней, но зачастую в молодом возрасте онкопатология выявляется именно таким способом. И на нашей практике это было очень часто. Правильно я понимаю, если появляются боли, это уже какая-то серьезная стадия. Это не серьезная стадия, это проявление болезни. То есть опухоль в кишечнике полностью заблокировала просвет кишечника. Нельзя судить о стадийности в этом периоде. Просто это клиническое проявление этой болезни. И на первом этапе проводится оперативное лечение. Оперативное лечение взятия гистологического исследования. После получения гистологии мы можем уже судить. Это опухоль, образование, либо это онкология, либо это доброкачественное образование. Бывают такие болезни, которые характеризуются образованием доброкачественных опухолей и требуют также оперативного лечения и динамического наблюдения. Хорошо, мы подошли к этой теме. Давайте сразу же проясним, что такое доброкачественное новое образование и злокачественное. Чтобы наши телезрители понимали разницу. Чтобы это понимать, нужно знать гистологическое исследование материала. То есть, каким путем оно получено. Либо это оперативным вмешательством, либо это с помощью дополнительных методов исследования, о которых мы поговорим позднее. Биопсия материала, которая нам четко скажет, добро это или зло. То есть, в том материале, в котором мы находим атипичные клетки, то есть, те клетки, которые нетипичны для кишечного эпителия, то есть, они изменяются по своей структуре. Их видит гистолог, они окрашиваются по-другому. Значит, он пишет, что найдены атипичные клетки в данном материале. Далее, он уже по своей системе располагает тип опухоли. Какой это тип опухоли? В этом мы тоже впадаться не будем. Это чисто медицинские термины. Но выяснено, что раковые клетки в организме человека, они регулярно возникают. Регулярно. И у нас есть противоопухолевый иммунитет, который их подавляет. И вот этот иммунитет в какой-то момент дает сбой под действием многих факторов. Мы их перечислим и более подробно, может быть, на каких-то остановимся. Поэтому, если в биопсийном материале найдены атипичные клетки, то это онкология, скорее всего. И лечиться, и наблюдаться этот пациент будет у нас. То есть, доброкачественная онкология, она не опасна? Она не опасна. Она требует динамического наблюдения. Если нет онколога по месту жительства, у гастроэнтеролога, у терапевта того же самого, у врача семейной практики, существуют стандарты обследования. Раз в год он проходит тузи брюшной полости. Он проходит, если это кишечник, те диагностические исследования, которые необходимы для того, чтобы проследить рост этой опухоли. В том же виде она осталась. Нет ли язвочек на ней. Если какие-то сдвиги идут в сторону злокачественного роста, а именно, эта опухоль за период наблюдения начинает быстро расти. Это уже нам дает сигнал о том, что клеточки уже не так работают, как нужно. Эта опухоль начинает активно кровоснабжаться. То есть, к ней подходят сосуды, она начинает расти. То есть, это тоже как бы фактор того, что это нетипично для доброкачественного уже течения болезни. Сама форма опухоли меняется. Если она была округлой формой, то сейчас она в виде цветной капусты, как описывают многие эндоскописты. Также для нее что характерно? Она начинает не на слизистой располагаться, а начинает затрагивать другие слои. То есть, более глубоко начинает распространяться. Это тоже можно увидеть на биопсийном материале. То есть, скажет, эта опухоль проросла всей стенки кишечника, либо она поверхностно располагается. И как самый верный фактор, это то, что находятся метастазы данной опухоли в других полых органах, брюшной полости. Чаще всего это в печени, как правило, из кишечника. Вот эти факторы наблюдения через год, если что-то из этих признаков настораживает, сразу же направляется человек в онкодиспансер. Естественно, чтобы повторно взять биопсию, повторно посмотрел гистолог и оценил, насколько это доброкачественный процесс, или это уже зло. То есть, при доброкачественном течении опухоль не изменяется? Она не изменяется, форма ее не изменяется, тенденции к росту ее нет, она не кровоснабжается, то есть, дополнительных сосудов к ней не прослеживается. То есть, в принципе, заключение эндоскопистов, то есть, если это полипы, которые наблюдаются в течение года, то есть, полип описывается в том же размере, обычной окраски и без внешних изменений, то есть, это требует просто наблюдения, даже никакого вмешательства активного на этот полип не требуется. Поэтому, если какой-то фактор возникает, который нас заставляет задуматься, что нет, эта опухоль должна быть более тщательно обследована, он направляется в онкодиспансер, естественно, онкологам по месту жительства. Помимо этого, по стандарту он обследуется, то есть, органы мишени обследуются, УЗИ брюшной полости делается, сдаются анализы обязательно клинические, и с этим багажом он приходит к нам, естественно. Ирина Евгеньевна, ответить на следующий вопрос, наверное, будет сложно, тем не менее, можно ли предположить причины появления опухолей в желудочно-кишечном тракте? Что может вызывать, что может провоцировать? Что может вызывать, что может провоцировать? Ну, естественно, и доказуемые несколько факторов, те, которые стимулируют организм, то есть ослабевают иммунитет противоопухолевой собственного организма, то есть совокупность даже нескольких факторов даёт вот этот сбой в этом алгоритме, и уже размножение клеточек идёт не по тому сценарию, который запрограммирован нашим организмом. Ну, факторов, естественно, много. И, наверное, на первое место мы с вами будем говорить о канцерогенах, то есть те вещества, которые непосредственно влияют на тканевой синтез. Это химические вещества, то есть химическая промышленность, работа во вредных условиях труда, да, и это, естественно, то, что мы говорим табачный дым. Это борьба с курением. Естественно, напрямую зависимость возникновения онкопатологии, ротовой полости, лёгких, это напрямую зависимость, прямая связь с употреблением, естественно, табака либо курением. Далее, это физические факторы, то есть имеет место быть травма, травма, вот, то есть травма как физическая, механическая, так и тепловая, то есть ожоги различной степени. Ну, если мы говорим сегодня о желудочно-кишечном тракте, то есть онкопрактология, есть онкогастроэнтерология, то есть это по этажам, да, онкопрактология всё-таки толстый кишечник, онкогастроэнтерология включает в себя пищевод, желудок, тонкий кишечник, да, вот опухоли пищевода, как правило, часто очень возникают у тех, кто имел ожог пищевода, химической природы, да, здесь напрямую есть, ну, такие суицидальные попытки, да, уксусные эссенции, когда пытаются покончить жизнь. Когда человек навредил себе сам. Да, то есть на месте этого ожога появляются совершенно другие клеточки, нехарактерные для пищевода, и здесь возникает опухоль. Это вот как бы пример такой. К этой теме мы с вами вернёмся, давайте примем звонок, телезрители будем доставлять ждать, 32-62-33, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. У меня такая проблема, у меня какой-то патологический страх онкологии. Дело в том, что мои родственники, двое, две женщины, они умерли от онкологии, только от разной. Вот я сейчас всего этого боюсь. Вы знаете, в чём дело? У меня такая проблема. Я жил в маленьком городе, где врачи, ну, как-то не могут поставить никакого особого диагноза, кроме ОРЖ и так далее. И я к ним приходила со своими симптомами, и они мне так только ничего и не сказали. Но у меня такая проблема. В начале 2016 года я себя плохо почувствовала. У меня была тошнота, потеря аппетита, вздутие живота, то запоры были, то поносы. Была ещё опоясывающая боль в животе, ночная потливость, спать я стала плохо, и вообще как-то есть мне не хотелось. Я ходила к нашим врачам. Они сказали, что у меня или панкреатит, или холецистит. Но анализы я сдала все необходимые, и у меня ничего не подтвердилось. И вот вы знаете, я перерыла весь интернет, и, как всегда это бывает, я нашла у себя кучу симптомов, говорящих об онкологии. Вот скажите, пожалуйста, я не знаю, может быть, это, конечно, страх такой, но всё-таки, как вот мне можно подтвердить или опровергнуть этот диагноз? Мне нужно приезжать во Владимир, куда мне обращаться, какие анализы с собой нужно привести, какие документы. Просто в нашем городе мне ничего толком не скажут. Страх перед онкологией. Страх перед онкологией – это, ну, как правило, молодой возраст женщины, репродуктивный возраст, у которых маленькие дети есть, у них, естественно, при наличии наследственного, такой анамнез, да, скажем так, наличия онкологии и смертей у близких родственников от онкологии. Часто очень обращаются именно женщины, почему-то, да, которые, наверное, больше следят за внутренним состоянием своего организма, и, может быть, даже потому, что в связи с физиологической составляющей, что им предстоит роды, что они прошли роды, они всё-таки больше наблюдаются у врачей, да, то есть проходят специальные исследования во время, когда планируют беременность. И вот данная женщина, судя по голосу молодой возраст, да, для неё типично онкострах, да, онкострах, он совершенно нормальное явление, но вот это вот эмоциональное состояние души, оно всё-таки выливается и в состояние тела, она видит, что у неё есть жалобы, и жалобы активные, да, то есть более нерегулярный стул, да, что характерно для нашей патологии, в принципе, правильно она говорит, она всё изучила и не может исключить у себя патологию, я так понимаю, кишечника всё-таки. Кишечника. Она сдала, скорее всего, те анализы, стандартные анализы, которые характерны при данных жалобах. И стандарту, да, она сдала, прошла терапевта, она сдала общеклинические, биохимические анализы крови, да, которые говорят о функции почек, о функции печени, о состоянии сахара в крови. Она сдала общий анализ крови, который не выявил патологии, да, если кишечная у нас болезнь какого-то фланга. Она и не выявит. Почему? У нас характерна онкология толстой кишечника, когда одного из флангов, это хроническая анемия, очень тяжело протекает. Но вот так как она описывает, всё-таки, да, склоняюсь больше к общей соматической патологии, но чтобы исключить онкопатологию, всё-таки нужно обратиться к гастроэнтерологу, к специалисту узкому прежде всего. Он назначит уже по своему стандарту обследования, а именно УЗИ брюшной полости обязательно. Обязательно сдаётся колоноскопии, если есть в роду рак кишечника. Да, всё-таки наследственный фактор, это и есть наследственный фактор. Рентген, перебью. А УЗИ брюшной полости недостаточно, чтобы поставить диагноз? Нет, УЗИ брюшной полости мы увидим с вами только полые органы, мы увидим с вами печень, мы увидим с вами почки, мы увидим состояние поджелудочной железы. Но не кишечника. Но не кишечника. Мы только увидим… Колоноскопия – процедура болезненная, тяжёлая. Колоноскопия – да, неприятная процедура. Неприятная процедура, требующая подготовительного этапа. То есть за сутки – это диеты, это очистительные клизмы, чтобы врач-эндоскопист мог своим аппаратом попасть в более далёкие отделы кишечника. Поэтому, естественно, колоноскопии нужно пройти. Нужно, если есть наследственность. Мы с вами хотим затронуть это исследование. Да, оно выполняется, но в большинстве клиник масковые и у нас оно, естественно, выполняется без седации. То есть пациент спокойно переносит эту процедуру, потому что очень хорошая у нас техника, очень хорошая сам видеоскопический аппарат. А без седации, то есть без эндоскопа, виртуальная? Без седации – это имеется в виду без обезболивания. Без обезболивания. То есть человек спокойно проходит эту процедуру, она не затрагивает длительного времени, где-то получаса. Если нет проблем, то есть таких серьёзных, если всё-таки на пути врача-эндоскописта встречается препятствие, если есть дивертикулёз, то есть изгибы этого кишечника врождённое, то, естественно, это будет чувствительно для пациента, он будет это чувствовать, и особенно при заборе материала, если это требуется. То есть будет забор материала из того очага, который будет нам непонятен, на гистологическое исследование. Распространены эти методы седации, и рекламируются они по центральному телевидению. Мы можем это предоставить, но в сфере платных услуг, потому что по стандарту эта процедура совершенно физиологична. То есть без наркоза? Без наркоза, при предварительном подготовлении, либо приёме буквально за час до этой манипуляции обезболивающих препаратов, баралгин, спазмолгон, который расслабляет гладкую мускулатуру кишечника, чтобы не так всё было. То есть, по большому счёту, этого должно быть достаточно? Этого должно быть достаточно. Кроме колоноскопии, есть следующий вид исследования, тоже толстого кишечника, который совершенно безболезнен и тоже информативен, но там мы не заберём материал совершенно. Это иригоскопия, рентгенологическое исследование. То есть вводится рентген-контрастное вещество через клизму в толстую кишечник, и через определённое количество времени делаются снимочки. То есть накопление этого контрастного вещества в толстом кишечнике. При этом исследовании мы, естественно, видим дефекты наполнения. То есть бывает, что если это опухоль, то это контрастное вещество будет огибать. И уже рентгенолог будет описывать, да, имеется образование в толстом кишечнике, в каком отделе, как располагается, каких размеров. Но вот здесь мы, к сожалению, гистологию взять не можем, чтобы определить, какой теплик. Но, в принципе, для обследования нужно начать с иригоскопии. Для общего обследования, да, для общего исследования, чтобы человек и успокоился, и принял для себя решение, что нет, у меня этого нет, достаточно этих двух исследований. И направить нас на иригоскопию сможет гастроэнтеролог. Гастроэнтеролог, да. Эрентгеновый звонок, ещё один поступил в студию, принимаем его. 32-62-33. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос по поводу родинок. У меня на лице есть несколько родинок телесного цвета, но они выпуклые, такие не очень красивые, вообще портят внешний вид. Как вы считаете, можно ли их удалить, и где это делать, у онколога, и какие-то риски есть вообще? Спасибо большое. Ну, больше это косметическая, конечно, медицина, то есть родинки, которые не вызывают сомнений, и чисто косметические должны быть удалены. Это лучше делать, ну, скорее всего, в частных клиниках, потому что есть лазерные установки, там менее болезни, менее травматичные, и не оставляют рубцовых изменений. Сегодня у нас только электроисечения, то есть петелька удаляется до здоровой ткани, то есть там будет минус ткани. Если это на лице, косметически это не будет хорошо, не есть хорошо выглядеть, и поэтому, но давайте напомним, что сейчас весна, сейчас солнечная радиация у нас возрастает, поэтому лучше эти родинки не трогать. Да, осенний-зимний период, пожалуйста, если они за лето не выросли, не изменились, вы их не травмировали, то, пожалуйста, это всё терпит как минимум до поздней осени, и обратиться можно к дерматологу, обратиться можно к онкологу. Мы тоже удаляем эти родинки, но это косметическая услуга, и, скорее всего, это будет платная услуга, скорее всего. То есть предварительно мы родинки никак не обследуем? Не обследуем, только убираем, если это внешне, клинически, мы видим, что это не родинка, а онколог это видит точно, то он отправляет на гистологическое исследование. Риски какие-то есть или риски есть всегда, когда трогаешь родинки? Риски есть всегда, естественно. Лучше её не сдирать, не травмировать, на солнышке специально не загорать, солярии не злоупотреблять, это точно, потому что напрямую зависимость воздействия ионизирующего излучения на родинки. То есть метаморфоз происходит в стопроцентных случаях, поэтому лучше с панамкой, лучше где-нибудь в теньке, да, и лицо не трогать совершенно. Ирина Евгеньевна, вернёмся к нашей теме. Биохимический общий анализ крови, колоноскопия, иригоскопия. Какие ещё виды обследований проводятся? Ну, если на этих начальных этапах всё-таки заподозрено образование злокачественное в кишечнике, то, естественно, назначаются более высокоточные и дорогостующие исследования МСКТ брюшной полости с контрастированием. Вот сейчас буквально женщина меня спросила, а укол мне зачем сделали на МСКТ? Да, я ей объяснила, что вам ввели контрастное вещество, с помощью которого мы прослеживаем вплоть до кровеносных сосудов. Как кровоснабжается данное образование в полом органе, и более чётко видим границы. Для рентгенолога, который будет это описывать, он 100% скажет, это зло или добро. Как будет накапливать это контрастное вещество? Естественно, мы знаем, что злокачественная опухоль, она тянет на себя все кровеносные сосуды, значит, накапливать контрастное вещество, она будет более усиленно питаться. И на фоне этих всех признаков рентгенолог чётко даст картину МСКТ брюшной полости. Также в помощь нашим онкологам идут онкомаркёры, но они не специфические, но всё равно повышение онкомаркёров будет нам ещё раз подтверждать, что да, есть процесс и нужно заниматься пациентом. Как только диагноз мы на поликлиническом уровне установили, значит, пациент направляется на комиссию для разработки тактики лечения. Лечение разрабатывается комиссионно у нас всегда, ни одним доктором принимается решение. Это врач-хирург, это врач-радиолог, это врач-химиотерапевт. Обязательно. Это стандарт. Ирина Евгеньевна, как известно, у молодых людей клетки делятся быстрее. Соответственно, и онкология наверняка ведёт себя по-другому, нежели врачи пожилого. Да, вот есть такое интересное в литературе, я вычитала, что из острой фазы опухолевого процесса переводится в хроническую фазу опухолевого процесса. И мне стало интересно, что это такое острая фаза и хроническая. Потому что мы соматические болезни часто говорим, это острое обострение, это хроническая болезнь, которая есть. Так вот, у молодых людей в связи с высоким гормональной активностью, поскольку это гормонально активные люди, в связи с этим, естественно, процесс обновления клеток идёт достаточно быстро. Всё-таки болезнь проявляется более агрессивно, в острой фазе, как скажем, то есть молниеносное течение. Она быстро даёт метастазы, быстро даёт. Она быстро прорастает все стенки полого органа. Она трудно поддаётся стандартным видам лечения, то есть воздействия химических препаратов, воздействия лучевой терапии. И поэтому всё-таки тенденция к тому, что она будет прогрессировать в молодом возрасте, это больше, чем у пожилого. У пожилого всё-таки это хронический процесс, то есть достаточно проведения оперативного лечения и дальнейшего наблюдения, и дополнительных методов лечения не назначается. Химиотерапия, лучевая терапия. А в молодом возрасте всё-таки это комплексное воздействие на весь организм. Естественно, оно тяжело переносится, но выживаемость всё-таки пятилетняя, мы стараемся её увеличить, и она увеличивается в молодом возрасте. Ну, спасибо, что не в 64% онкопатологии у молодых, поэтому вот те, которые у нас лечатся, они достаточно успешно проходят курс лечения и дальнейшего наблюдения. В таком случае возникает вопрос. Молодой человек, у которого, или девушка, у которого в роду была онкология, например, онкология желудочно-кишечного тракта, должен регулярно наблюдаться у гастроэнтеролога, правильно? Ну, прежде всего, его лечащий врач – это терапевт, который его приглашает на диспансеризацию. Это наша госпрограмма, и мы должны проходить диспансеризацию. В тот объём диспансеризации, который заложен у нас по программе, этого достаточно терапевту дать заключение, к какой диспансерной группе он будет относиться, потому что они заполняют анкеты, где указывают, есть ли у них наследственный фактор у мамы, у близких родственников, у дальних. То есть они перед проведением диспансеризации обязательно отвечают на ряд вопросов. Курят они, употребляют алкоголь, в каком количестве, там всё подробно, как часто они употребляют. Если человек всё-таки заинтересован в своём состоянии, он достаточно откровенно отвечает на эти анкеты. И уже первая схема для терапевта понятна. Есть и есть наследство по ЖКТ, программа диспансеризации, уже на второй этап диспансеризации. Есть и исследования, о которых мы с вами говорили. И опять же их можно будет пройти по полюсу. По полюсу пройти, по месту жительства. Эти исследования проводятся. И к нам попадают уже вполне обследованные люди молодого возраста. Ирина Евгеньевна, к нам сейчас попал телезритель и телезрительница 32-62-33. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот меня такой вопрос интересует. Полгода назад у моей подруги и её друга нашли вирус попилонный человек 13 типа. Они пропили антибиотики. Но вот как часто им теперь нужно сдавать анализ на этот тип? И учитывая, что я тесно общаюсь с подругой, нужно ли мне для профилактики сдать какой-то анализ на случай, если вдруг я тоже от неё заразилась? И если да, то какой бы? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Ну сейчас мы говорим как о канцерогенах. Канцероген – вирус попилон человека. Считается, что он почти в 100% случаев у женщин вызывает рак шейки матки. Существует вакцинация против этого рака шейки матки. Поэтому для женщины я бы посоветовала более подробно узнать о вакцинации по данному типу. Вирусы попилон человека при общении и обычном контакте, они, естественно, не передаются. Это всё-таки половой путь передачи. И поэтому я думаю, что молодой девушке не стоит бояться этого. А партнёрам всё-таки наблюдение уролога и гинеколога ежегодное, как минимум ежегодное, и подумать о вакцинации данного вируса. Вирус попилон человека, телезрительница сказала, 13-го типа. Они ещё и подразделяются на тип. Они подразделяются, но чётко я вам сейчас вот 13-го. Какие-то типы более опасные, какие-то менее. Какие-то более агрессивные. В любом случае вирус попилон человека у женщин, как правило, это рак шейки матки. То есть требует наблюдения гинеколога. Тщательное наблюдение. Не только мазочки обычные, но берутся цитологические исследования, чтобы это было обязательно. Это обязательно при профосмотрах, если это население в трудоспособном возрасте. Это также входит в диспансеризацию по месту жительства. Нужно просто уточнить, какого года она рождения в этом году. Какие люди подлежат диспансеризации. Если на следующий год, то на следующий год терапевту и гинекологу обязательно с цитологическим исследованием. А вирус попилон человека он излечим? Не всегда? Не всегда. То есть всё зависит от иммунитета, правильно? Всё зависит от своего, да. Противоопухолевого иммунитета, плюс те новые препараты, которые внедряются. Но может уйти в хронический процесс. Так скажем, не в острой фазе, но в хроническом. То есть тогда, когда болезнь, она спит, она никак себя не проявляет, а при воздействии какого-либо фактора, того же механического, того же теплового, того же любого стрессового фактора. Он просыпается. Он может с удвоенной силой, как толчок, дать делению этих клеточек. То есть для мужчин не опасно, опасно для женщин. Всё-таки женщина больше подвержена данной патологии, да. К сожалению. Ирина Евгеньевна, вернёмся к теме диспансеризации. Составляется терапевтом карта. Например, условно в роду была патология по онкологии. Что происходит дальше? Дальше назначаются обследования согласно их перечню, которые указаны в листе диспансеризации. Те обязательные обследования, которые обязательно пройти, общетерапевтические. Если он проходит, не находит патологию, то с учётом наличия наследственного фактора, больной всё равно переходит в группу на второй этап диспансеризации, более углубленного обследования. Он направляется к гастроинтерологу, который посредством сбора анамнеза, клиники, которые предъявляет человек. Он всё-таки выберет тот метод исследования, который ему необходим. Если это со стороны желудка, это обследование желудка. Если со стороны кишечника, верхнего этажа, нижнего этажа, всё-таки специалист, он определит, какой точный и верный способ получить информацию. И уже непосредственно каждому человеку индивидуально всё подбирается. Да. Выдаются паспорт здоровья, естественно, пациенту. В идеале контрольные явки даются к участковому терапевту. Вот к чему и хотелось бы привести население, чтобы они всё-таки были заинтересованы в своём здоровье. Дисциплинированы. И тогда, наверное, у нас бы не было такого ажиотажа в поликлинике онкодиспансера. На сегодняшний момент первичные онкологические кабинеты сформированы во всех городских поликлиниках. Кроме шестой. Это в Юревце. Во всех поликлиниках работают врачи и онкологи. То есть диспансеризация. Они все проходят через онколога. Это обязательный этап диспансеризации населения. То есть онколог – это обязательная процедура. То есть вы даже на полном здоровье должны посетить онколога. В любом случае. Ирина Евгеньевна, но к онкологу нас направляет терапевт. Терапевт. Все через терапевт. То есть алгоритм действия пациента, он исключительно через терапевта. Только через терапевт. Самостоятельно, ни туда, ни сюда пациент двигаться не может. Только при наличии клиники, жалоб, наличии показаний, естественно, будет направлен к узкому специалисту. В таком случае, как попасть на прием к онкологу в онкодиспансер? Непосредственно. Не в поликлинику по месту жительства, а, например, попасть на прием к вам. Давайте проследим вот эту цепочку. Давайте, да, вот эту цепочку разберем, чтобы предвосхитить вопрос. Давайте возьмем все-таки городское население, поскольку большая часть посещений, хотя у нас наличие первичных онкологических кабинетов в каждой поликлинике имеется, все-таки городское население, оно больше напрямую идет в онкодиспансер. Не имея направления, не имея целей и задач, поставленные кем-то и чем-то, они идут просто на прием к онкологу. Объясняем тем, что со своими жалобами и со всеми проблемами вы сначала обращаетесь к терапевту. В первую очередь терапевт вас после банальных клинических анализов должен направить к онкологу, специалисту, который имеет диплом, который имеет категорию. Доктор, он не глупый, он должен понять, куда вас направить. Если вы то население, которое требует специализированной помощи в онкодиспансерии, он вам даст направление, он вас запишет к нам на прием, у него есть такая возможность на своем рабочем месте, у него есть расписание онкодиспансера, он запишет, даст вам талончик на день, на час. Терапевт непосредственно все это сделает, онколог, терапевт направит к онкологу, а онколог уже будет вами руководить. Значит, если проблемы с записью какой-то есть у онколога, я не говорю про других специалистов, у нас все идет через первичные онкологические кабинеты. Обязательно, если тяжелый пациент бывает, первичный, тяжелый уже, в тяжелом состоянии, всегда связывается со мной, всегда со мной связывается, и мы незамедлительно их принимаем, незамедлительно, в любое время. Поэтому возможность записи есть в электронном виде только у онколога, только у онколога. Также по телефону, но поскольку запись у нас открывается в начале месяца на следующий месяц, то есть в начале апреля на май, до 10 числа мы записываем по телефону, естественно, дозвон очень сложный, поскольку вся область звонит, весь город, и просто физически обработать все эти звоночки невозможно. Поэтому мы сейчас в 15 районах, город, мы открыли первичный онкологический кабинет с возможностью записать. Поэтому пациенты, которые, бывает, дозвонятся до меня, обратитесь к онкологу, у него есть эта возможность. Не нужно вам самим звонить, ходить, кого-то посланцев в регистратуру бывает присылают, кого-то просит в городе. Нет, у него есть такая возможность, и там очередности практически нет по записи. Потому что мы только больше расширяем, расширяем каждый месяц возможность записи. Активно очень пользуется у нас пятая городская поликлиника записи, у нас активно пользуется четвертая, вторая, первая, так через раз, скажем так, не знаю по каким причинам. У нас районы очень хорошо записывают. Суздаль, Судак, Киржач, Гороховец, Мельник. То есть люди, получив направление, они уже знают, что мы их ждем, что мы их готовы принять в этот день и сделать даже исследование, которое нас интересует в этот день. Поэтому запись таким образом только ведется в онкодиспансер. Другие онкодиспансеры, кстати, проследить, многие жалобы были пациентам, что они не могут самозапись провести, как в другие учреждения. Это не первичное звено, это специализированная помощь. И в другие онкодиспансеры других регионов также невозможно записаться самим, только через первичные онкологические кабинеты. То есть есть все-таки маршрутизация пациента, чтобы все-таки помощь онкологические больные могли получить своевременно в нашем диспансере. Потому что больные с родинками, с мастопатиями, все они должны наблюдаться в первичных онкологических кабинетах, но никак не в областном онкодиспансере. Чтобы, опять же, не занимать то место, которое кому-то может быть нужнее. Не занимать то место, кому-то оно очень важно. У кого-то уже есть диагноз, у кого-то уже на руках стекла, им срочно нужно на комиссии, им срочно нужно начинать лечение. А принимаем таких, можно сказать, доброкачественных заболеваний молочных желез, кожи, как правило, если нет онкологии. Сейчас более организовано стало это все. Поэтому хочу понимание со стороны пациентов, что это все-таки такой уровень, который требует записи через онкологов. Ирина Евгеньевна, ну и у каждого онколога, разумеется, есть такие полномочия, такие возможности отправить пациента на экстренный, на ускоренный прием, несмотря на то, что запись, как вы сказали, на месяц вперед. То есть есть ли есть на то показания какие-то? Если есть показания, если страдает и вопрос стоит критический о жизни и смерти пациента, мы принимаем таких больных в любом случае. Даже если предварительно не позвонив руководство поликлиники той или иной лечебного учреждения, как только пациент заходит в регистратуру, у нас там есть медрегистратор, администратор, который сразу же мне сообщает, тяжелый пациент пришел. Мы сразу же моментально, независимо от того, оформлен он, не оформлен, записан, не записан, мы сразу же его стараемся поднимать наверх на прием к онкологу. То есть для него уже никакой очередности не существует? Никакой очереди не будет, и, естественно, все делается, скорее привлекается весь административный ресурс для этого. Как только заходит такой пациент, это видно сразу, если это больной человек, если он в критическом состоянии. Есть у нас такие случаи, очень тяжелые, были и смерти в поликлинике, довозили родственники, уже помочь мы не могли. Есть такое, есть. Но чтобы этого не было, мы с вами для этого и проводим ряд этих передач, наверное. Ну, опять же, надеюсь, мы как-то донесли сегодня мысль, что нужно проходить диспансеризацию, не нужно от нее, как говорится. И, конечно, профосмотры. Да, давайте все-таки профосмотры, они тоже включают в себя те исследования, особенно у женщин, да, гинекологические осмотры. Это очень важно, потому что многие пациенты идут с диспансеризацией, с профосмотром, с диспансеризацией, с профосмотром. То есть эта тенденция все растет и растет, что выявляемость есть. Это не просто профанация, это, правда, скрининговый метод. Ирина Евгеньевна, время нашей программы подходит к концу, поэтому предлагаю нашу беседу с вами подытожить. Конечно, мы сегодня говорили о пугающей, скорее, теме статистики. Тем не менее, цель нашей сегодняшней встречи – людей успокоить, людей вооружить какими-то знаниями, чтобы они не совершали ошибок и прислушивались к своему организму, к своим ощущениям. Давайте же напоследок дадим нашим телезрителям советы и рекомендации. Вам слово. Я бы хотела, чтобы каждый человек, проживающий на той или иной территории, познакомился со своим участковым терапевтом. Прежде всего. Пришел к нему на прием, если имеются вот такие жалобы, страхи, завел карточку. То есть он был бы в картотеке участкового терапевта и знал своего участкового терапевта. Прежде всего. Все, больше ничего не надо. Дальше будет работа. Работа медсестры участка, работа врача. Все. Я думаю, этого достаточно. Пора прощаться. Напоминаю, сегодня в программе без предварительной записи на наши вопросы в прямом эфире отвечала заведующая поликлиникой онкодиспансера города Владимира Ирина Власова. Ирина Евгеньевна, спасибо вам большое. До свидания. На выпуск этой и других программ вы можете найти на сайте trc33.ru, оставить комментарии и задать вопросы вы также можете в разделе без предварительной записи. Берегите себя и не болейте. До новых встреч в эфире телеканала «Губерния 33» по вторникам и пятницам. Редактор субтитров А.Семкин